Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чалли и это третья часть урока Ornatrix Braid Workflow. Как я и сказал в предыдущем уроке, я не буду делать детальный обзор Clumper в данной серии. Но обязательно покажу все фичи, которые Вам могут пригодиться в создании COS и которые меня вдохновили на переход в Maya. Перед тем, как назначить Clumper, я немного отредактирую данные гиды и создам еще один Ornatrix объект. Для чего именно, Вы скоро узнаете. И у этого объекта удалю ненужную область гидов. И так, у нас есть пучок волос, которые мы можем привязать к этим гидам. На момент записи уроков в 3ds Max все еще нет такой фичи. Так вот, включаем 100% отображение волос во Viewport. Активируем Auto Parting. Включаем Used Guides Face с значением равным двум и назначаем Clumper. Тип Clumper выбираем External Guides Trends. Нажав кнопку Assign External Guides, указываем синие гиды. После чего кликаем на Create Clumps. В итоге, Вы привяжете основную часть волос к дополнительным гидам. Чтобы Clumping был более плавным, добавляем Strand Detail после Edit Guides и количество точек ставим равным 90. Затем, в самом Clumper можно настроить его размер, включив опцию Clump Size. И она помогает настроить плавный переход от корней к тем же косам. Но если сейчас Вы будете редактировать кривую в основании кончиков, то Вы увидите странный момент. Когда мы их редактируем, происходит смещение. Хотя этого не должно происходить. Это происходит лишь потому, что мы не расчесали волосы в направлении Clumping. То есть, чтобы этот момент был более аккуратным, просто расчесываем волосы ближе к External Guides. Смещение все равно будет присутствовать, но не такое явное. Конечно, этот метод не всегда удобен и лично я его редко использую. Но у него есть огромный плюс во время создания симуляции волос. Если Вы назначите динамику на External Guides с помощью MovePhysics, то Вам гораздо удобнее будет контролировать весь процесс. Особенно, когда у Вас очень много гидов в основной прическе. Я сейчас не буду вникать во все настройки симуляции, но прямо сейчас Вы можете посмотреть уроки по MovePhysics на официальном канале Affair. Вверху справа Вы можете нажать на иконку I и выбрать два урока по MovePhysics. А я иду дальше. Еще немного поговорим о самом Clumper без External Guides. Я их удалил из сцены и назначил обычный Clump без их использования. Данный Clumping мне нравится больше, чем Strand Clump и Hair Clumping в Ornatrix Therese Max 5 версии. Это улучшенная версия того, что было раньше и с этим модификатором гораздо легче получить нужный результат. В любой момент Вы можете назначить использование гидов в виде пучков и управлять размером Clump с помощью Clump Size, как я уже говорил ранее. Также Вы можете задать свое количество пучков, выбрав опцию Random. Например, пускай их количество будет равным 1000. И еще у Вас есть возможность использовать специальные гиды для COS Global Clump Parameters. Инструменты еще дорабатываются и не всегда работают точно, но я его покажу на обычном Plane. Итак, создаем Plane. На нем рисуем три гида с помощью Draw Guide Mode или просто применяем preset for Ball на Plane. И с помощью Edit Guides удаляем ненужные гиды, как мы это делали в одном из уроков. Три гида создаем для того, чтобы все правильно работало. Так как инструмент еще в разработке и не всегда все получается. Затем назначаем Hair From Guide с такими настройками. Guide Selection появился недавно в Ornatrix и теперь интерполяция волос работает гораздо круче с третьим методом. При желании, можно выключить опцию по умолчанию и самим настроить радиус влияния. Но я обычно все вставляю так, как есть. Временно включаю 100% отображение волос. Если будет тормозить, то поставлю 50%. Посмотрим. Теперь на панели Ornatrix кликаем на иконку Braid Guides и выбираем данный объект в Outliner. После чего увеличиваем его Scale и поворачиваем на 90 градусов по оси X. Затем на наши волосы назначаем Clump. В настройках Clumping сразу же включаем опцию Set Clump Size. Так как Braid Guides лучше работает с ней. И ниже опцию Round Clumps, чтобы пучки косы выглядели более естественно. Затем в Global Clump Patterns добавляем Braid Guides объект с помощью кнопки Add Pattern. И выбрав его в списке, добавляем во вторую колонку с помощью кнопки Add to Clump. Если у Вас не появилась коса. Поворачиваем объект к нам, чтобы видеть узор. Сразу хочу сказать, что каким-то странным образом волосы не повторяют масштаб данных гидов. Поэтому все настройки ширины, высоты и так далее делаем в самом Clump, а не в Braid Guides. С помощью опции Root Blending Position, Вы можете настраивать плавный переход от корней к форме косы. То есть настраивать точку плетения и область, где волосы не будут заплетены в косу. Как в реальной жизни. Я немного настрою кривую Change Width таким образом, чтобы основание корней выглядело более реалистичным. И немного изменю кривую Clump Size. Теперь давайте посмотрим настройки объекта Braid Guides. Чтобы их открыть, выбираем его и кликаем на вкладку Braid Guides Note 1 в Attribute Editor. Здесь Вы можете настроить количество точек, которые влияют на сглаживание пучков косы. Чем выше это значение, тем качественнее плетение. Как я уже и сказал, изменение длины в настройках Braid Guides никаким образом не влияет на форму самой косы. Так как инструмент еще в разработке. С помощью параметра Frequency, Вы можете менять частоту плетения. Кривая Scale Ram позволяет настроить сужение или расширение ближе к кончику или корню. С помощью Vertical Scale можно настроить толщину. А с помощью Phase фазу. Также в пресетах Вы можете выбрать 5 разных видов плетения. Это Curl. Pigtail. Swirl. 5 Item. И мне кажется, тут потребуется 5 гидов в Edit Guides, так как заплетается 5 пучков. И 6 Item делает 6 пучков. Но Вы можете использовать 3 гида и получить такой результат. Как видите, возможности инструмента очень крутые. Но не всегда он работает как хочется и я надеюсь, это поправят в ближайших версиях. А пока лично я использую плагин Braidmaker, о котором поговорим в ближайшее время. Третья причина, по которой я перешел в Maya. Шикарная динамика с помощью Move Physics, которую я уже показывал на примере с Clumping. Этот модификатор есть в 6 бета, но в 5 его не было, когда я переходил на Maya. Да, в 3ds Max есть Lucid plugin, который тоже прекрасно справляется со своей задачей. И его можно купить на сайте Efeo, так как он тоже является их разработкой. Его можно использовать для разных симуляций, в том числе и работать с динамикой волос. Lucid намного лучше работает с волосами, чем стандартная динамика в Ornatrix 3ds Max. Это достаточно быстрый и интуитивно понятный плагин. Назначается он поверх Edit Guides, как и стандартная динамика. И даже с настройками по умолчанию, у Вас уже будет что-то получаться. Кстати, в Maya до Move Physics использовался именно этот движок. Но все же, так как закончилась поддержка пятой версии, я рекомендую и в 3ds Max использовать Move Physics в Ornatrix 6 Beta. На канале Efeo есть несколько уроков по данной динамике. Поэтому рекомендую их посмотреть, если Вы хотите понять всю мощь данного модификатора. А я иду дальше. Еще одной из известных причин перехода на Maya, была возможность удобного построения сплайнов по поверхности. И возможность скрывать объекты в Outliner без прерывания построения сплайнов. Для того, чтобы показать эту фичу, я создам какой-нибудь Base Mesh волос в 3ds Code. Кстати, хотел сразу обратиться к тем, кому не терпится уже увидеть процесс создания кос и сложных причесок. Не волнуйтесь, все это я покажу в последующих частях. А сейчас я просто хочу объяснить все моменты тем, кто интересовался, почему же я все-таки выбрал Maya. Плюс для создания тех причесок, которые я буду показывать дальше, вам пригодятся все эти знания. С Вами был Кривуля Андрей Charly. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Всем мир!